Мирного нашего соглашения от 9 ноября прошлого года мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьёзных инцидентов. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней встречи, вернулось уже свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев. Идёт настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры. Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов, с этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России. И они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и без всяких сомнений пойдёт на пользу региона в целом, а значит и интересам Российской Федерации. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за приглашение и за инициативу провести эту встречу. Также разделяю ваше мнение о том, что встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона. Прошло два месяца после прекращения огня и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трёх стран, подписавших заявление от 9-10 ноября. Говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре. И то заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может очень придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность, потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвлённой сети транспортных артерий в нашем регионе. Мы должны и дальше стремиться к тому, чтобы находить те сферы деятельности, которые бы дали быстрый эффект и нацелены на результат. В целом, хотел бы сказать, что совместное заявление от 9 по азербайджанскому времени 10 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу. И за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьёзных поводов для беспокойства. Всё это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович один раз сказал, Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом. И мы должны думать о будущем. О том, как жить вместе, по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий. И в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность. Ещё раз выражаю, Владимир Владимирович, благодарность за приглашение. И считаю, что встреча была очень полезной и плодотворной. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте поблагодарить вас за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Остается, конечно же, нам удалось обеспечить режим прекращения огня. Но ещё остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – статус Нагорного Карабаха. И мы, конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу. К сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных. И это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос. И мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Но мы считаем, в частности, что конкретно восьмой пункт нашего совместного заявления, к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению. Но должен сказать, что то заявление, которое мы сегодня подписали, действительно очень важен. И не скрою, реализация договоренности этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона. И экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности. И мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению. Но, как я сказал, к сожалению, в течение одной встречи невозможно решать все вопросы. Я надеюсь, что мы будем дальше продвигаться. И для нас хочу еще раз подчеркнуть, что главнейший вопрос на данный момент – это гуманитарные вопросы, вопросы обмена военнопленными, которые предусмотрены пунктом 8 нашего совместного заявления от 9 или 10 ноября. Спасибо. Спасибо. Я еще раз хочу поблагодарить коллег за сегодняшнюю в целом конструктивную работу. Благодарю вас. Это были кадры из Кремля. Заявление по итогам трехсторонней встречи Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Путин на встречу заявил, что переговоры с Алиевым и Пашиняном по Карабаху были исключительно важными и полезными. По словам президента России, по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном подписаны совместные заявления о развитии Карабаха. Также Владимир Путин заявил, что вице-премьеры Российской Федерации Азербайджана и Армении уже в ближайшее время представят планы по развитию Нагорного Карабаха. В свою очередь, Ильхам Алиев назвал встречу с Пашиняном и Путиным важной для дальнейшего развития региона. Заявил, что соглашение Российской Федерации Армении и Азербайджана выполняется эффективно. Не было серьезных поводов для беспокойства. К этой теме мы еще сегодня вернемся. Продолжение следует...